Девушки отдыхают Приветствую! Я знаю, вы все озабочены ударом вооруженных сил Конфедерации, но сперва у нас есть что обсудить. Похоже, что наш диск не содержит информации о вооружении. Лейтенант Керриган объяснит. Вы все знаете, что Конфедерация проводит программу психически одаренных людей, тренируя их в призраков. Они обнаружили, что зерги способны слышать психические эманации призраков. Так значит, зерги пришли сюда за тобой, дорогуша? Ну, прям как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Да, молчи! Существовало множество секретных разработок Конфедерации вокруг призраков и зергов. То, что мы украли, было маленькая, но критическая часть загадки. Разработки транспланетарного псионического волнового эмиттера. Эмиттеры испускают нейтральные позывные призраков, но с большей активностью. Эти волны проходят сквозь миры. Конфедерация использовала эти пси-эмиттеры для заманивания зергов в пустынные местности. Ваша колония Марсара оказалась одной из таких территорий. Не повезло. Я думаю, что зерги — это секретное оружие, разработанное Конфедерацией. И все мы подопытные кролики в ее экспериментах. Так же, как они уничтожили Кархал атомным оружием, чтобы установить главенство, они используют зерков, чтобы положить конец своим врагам. Только в этот раз этого не должно произойти. Кто мог подозревать, что эти существа их создали? Никто. Они были бы восхвалены за уничтожение зерков. Пришло время Конфедерации заплатить за преступление. И я знаю способ. Лейтенант Керриган установит эмиттер в базовом лагере Конфедерации. Командор, вы доставите ее на место. Когда прибудут зерги, они прорвут для нас блокаду, и мы выйдем из окружения. Теперь за дело. Как всегда, брифинг окончен, и нам пора выступать. Собственно, всем привет, с вами, как всегда, дезертиры. Поехали. У меня сомнения на этот счет. Никто не заслуживает нападения зергов. Я понимаю ваши чувства, но им нельзя давать волю. Выполняйте приказы на тенах. Вы правы, сэр. Я готова. Так. Быстренько пересаживаем всех сюда. Пока нас здесь не ухайдокали. Здесь у нас ничего особого, кроме плораков, нету. Так, добываем тут же минералы. И продолжаем психонечку штамповать, ребят. Хотя, стоп, пока еще чуть-чуть рано. Здесь нас, скорее всего, убьют. Да, здесь разложился танчик. Разложенный танк, это прям очень плохо. Сюда засаживаем, ребят. Делаем здесь хотя бы один-два бункера. Посадка прервана. Да, у нас, ну, у нас там стоит, по сути, Маринас, поэтому посадка там прерывается. Хорошо. Так, чинить, насколько я помню, ты можешь. Нет, газовый спин у нас все-таки не хватает. Ладно. Давайте подстроим пару из СВ-шек. Пока на этого у нас хватает денег. Здесь уже почти закончилось строительство бункера. Садись. Так. У нас вроде все хорошо. Детектор летающий есть из научного судна. Здесь у нас есть Маринас. И все в целом. Хорошо. Давайте еще одного возьмем. Пересадим тоже в бункер. Ага. Так, два из СВ-шки приехали еще. Еще два строятся. Отлично. Ты у нас будешь добывать газ. Следующий СВ-шки мы тоже, допустим, на минеральчики, я думаю. Так, смотрите, у нас здесь есть минеральные поля, у нас здесь есть газовый спина. Соответственно, надо как-то туда сейчас пройтись немножечко, снять вот этот танк, который находится сверху. Самый простой способ, как это сделать, это взять и, конечно же, построить некое летающее судно, которое будет это все дело выносить. Но у нас пока проблемы с газовый спином. Маринасов туда, конечно, не хочется отправлять. Поэтому, думаю, что... Думаю, что будет все так, как будет. Ой, что-то я немножко сместил. В итоге, видите, как получилось не очень хорошо. Ладно, дочиним научный центр. Попутно попробуем сейчас создать башенку вот здесь. Она нам поможет на случай, если у нас здесь кто-нибудь будет атаковать. Потому что мало ли, мало ли. Нужно подстраивать, подстраивать все-таки наших ребят, которые добывают минералов. Потому что без СВ-шек мы не сможем нормально все это делать. Виспен у нас не хватает немножечко. Вот, вовремя я засадил в бункер народ. Более того, я, наверное, даже пойду сейчас прогуляюсь. Я посмотрю, что у нас здесь может наша Керриган-подруга. Что есть у нас здесь, в принципе. Может ли кто-нибудь атаковать. Включаем инвиз как раз-таки. Пойдем заодно снимем этот веселый танк. Что у нас здесь есть? Так, здесь нас Керриган увидит. Надо быстро пробежать от участок. Оп, и он нас перестал видеть. А вот эти ребята сейчас умрут. Ибо нефиг. Просто ибо нефиг. Вот, танк у нас сейчас будет тоже медленно, но решительно умирать. Что такое? Что такое? Куда ты побежал? Вот, как-то так. Прогнали мы отсюда танк. Агайсики. У нас здесь сканер есть. Супер. Супер. Здесь есть сканер. Так, вы будете добывать мне виспен. Прошу, пожалуйста. Хотя, я так понял, у меня их и так трое. На добыче виспена. Поэтому мне, скорее всего, хватит. Так, что касается тебя. И я, скорее всего, буду забирать периодически наше научное судно. Ой. Ты вернулся обратно, дружок. Ты починился и вернулся обратно. Ах ты ж негодяй. И надо его отсюда выселять все-таки, я думаю. Все-таки его надо оттуда выселять. Ладно, вот теперь можно подстраивать мариносов, потому что у нас косарик минералов. Можно подстраивать генератор. Или что у нас там. И, соответственно, починить немножечко бункер. Потому что непочиненный бункер нам точно не нужен. Также, также. Я думаю, что мы можем построить здесь, на всякий случай, еще один бункер. И попутно заказать, как минимум, несколько... Ага, вон оно что. Хорошо. Больше ресурсных депо, так больше ресурсных депо. Так, ты? Ты? Кто у нас еще? Ну, например, ты? Хорошо, хорошо. Мы сейчас будем строить ресурсные депо. Штуки три еще, наверное. Так, вы пока добываете. Мы сегодня будем перебрасывать сейчас на вот эту базу, дабы у нас не было проблем с ресурсами. Попутно здесь, я думаю, делать улучшение оружия. Здесь, я думаю, делать осадный режим. Так, БС, БС, и еще раз БС. Отлично. 500 минералов у нас осталось. Накапливаются они довольно быстро. На начало, думаю, нам вполне хватит. Так, давайте даже, знаете, как сделаем, войска мы будем собирать вот здесь. Меня лично пока все устраивает. Все идет относительно медленно, но довольно в тему. Так, а что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Сивишки построили все, что надо. Значит, должно было быть три свишки. А, вот до третьей. Так, ты у нас построишь нам академию, потому что академии у нас здесь не было. Собираться мы будем вот здесь. Минералы особо сильно, прям совсем сильно тратить я не буду. Они нам все же нужны. И я вот пока не знаю, строит ли мне стелс или все-таки обойтись немножко без него. Также нам нужно построить будет еще одну ЦЦ-шку и отправить ее на вот эти минеральные поля добывать. Вот, своевременно построенная турелька прям радует глаз. Он пытался скрыться от меня в инвизе, но у него ничего не получилось. Так, я, к сожалению, не помню, что у нас делают эти способности. Давайте глянем. Эми, ну, Эми, понятно. Облучение, ну, в принципе, тоже понятно, что она делает, ну, окей. Так, ты у нас что еще можешь построить? Чего здесь нету? Здесь нету военного завода, который нам, в принципе, вполне себе понадобится. Делаем попутно улучшение на дальность мариносом, потому что это очень полезное улучшение. Ну, пока что подстраиваем дополнительно маринада и немножечко, хотя бы один танк в данном случае. Ну да, хотя бы один мы подстроить сможем. Пока что ждем дальше добавления наших замечательных минеральчиков. И как только наш друг закончит строительство военного завода, надо будет починить все-таки вот этот прель. Пока развиваемся, не паримся. Возвески будем делать чуть-чуть позже. Что еще? Что еще остановка? А, отлично. Так, усовершенствование, видимо, вот здесь завершено. Да. Делаем сразу второй грейд. На атаку. Мариносы у нас станут зверски жестокими. И это мне нравится. Как сейчас он починит, по идее, здесь и отправится на добычу минералов. В принципе, на начале мне здесь фактически больше ничего не надо. Будем потихонечку добывать. Что у нас здесь стоит? Здесь больше стоит газа, чем минералов. Поэтому я думаю, что пока что наши друзья-газовики, скажем так, нам особо не нужны. Главное не потерять вот эту ИСВ-шку. Без нее мы ничто. И это очень печалит. Так, осадный режим мы, в принципе, разработали. Но единственный минус, если вы выделяете, допустим, два танка, а нет, они могут сразу в осаду стать. А я почему-то, почему-то думал, что не могут. Ну ладно, ладно. Ладно. Да, впрочем, марины тоже могут колоться. Так что, почему бы нет. Почему бы нет. И мы усиливаем атаку, атаку танков. Вот, отлично. С нами Керриган. Все это хорошо. Куда же нам все-таки надо доставить наши веселые, веселые-веселые изобретения. Так, командный центр сейчас еще один подстроим. Как я уже сказал, отправим его на вот эту добычу. Подставим здесь два бункера и, наверное, одну вышку. Я думаю, что это будет вполне себе. Отобьем примерно вот этим отрядом. Думаю, ничего в этом плане сложного не будет. Навряд ли меня там ожидает прям-таки куча не пойми чего. Поэтому я думаю, что там я, наверное, все-таки справлюсь. А пойду ли я в этот момент сразу же дальше? Не уверен. Но и СВ-шек определенно по настрою и дам себе возможность сделать что-нибудь полезное. Пока что, пока что будем так развиваться. Здесь все хорошо. Здесь все тоже хорошо. Здесь остановка, видите, у нас АД. Давайте проверим научным судном, есть ли у нас здесь что-нибудь. Это у нас веселый детектор все-таки. Танк здесь все еще разложен. Больше здесь я, в принципе, ничего не вижу. На танка можем повисеть спокойненько. И сейчас пойдем как раз-таки уничтожать все это добро. Выбираем конкретно Керриган, включаем ей веселый режим. Не даем танку уйти из нашего поля зрения. И выносим этот гребаный танк нафиг. Встаем вот сюда. Делаем удержание позиции. Также подводим сюда еще танк. И встаем в раскладной... Вот в этот режим классадный. Ну, примерно так для начала обороны пойдет очень даже неплохо. Здесь у нас стоит нова. Фу, какая нова. Почему нова? А, Керриган? Ребята, что-то со мной не так. Я называю Керриган новый. Что-то со мной определенно не так. Ну да ладно. Ну, спасибо. Одного с одного танка там, в принципе, вполне хватит для нормальной работы. Я думаю, что нам нужно будет сейчас подстроить еще как минимум одно такое веселое судно научное. Оно даст нам возможность видеть врага заранее и через осадные танки таким образом как-то что-то проводить. Какие-то некие эманации в сторону нашего врага, как бы сказала Керриган. Вот, отлично. Видите, все как хорошо. О! Вот как-то так оно и работает. Как-то так оно и работает. Осадный режим просто замечательный. Прекрасно. И опять атаковали здесь базу немножечко. Служил. И поставим его на удержание. Отлично. Такую мы оборону сейчас и будем потихонечку развивать. Думаю, что в принципе пойдет все хорошо. Вот как-то с Виспеном у нас прямо проблема, конечно. Ладно. Так, давайте тебя возьмем и тебя. Одному из вас мы как раз возьмем не просто так, но еще и создадим здесь что у нас там. На R. Ну да. В принципе. Нет, стоп. На R. Так, давайте просканируем, что у нас вот сюда нам надо доставить. Вот здесь вот находится их база. Сюда нам соваться лучше прям сразу не надо, потому что у них, смотрите, есть даже Battlecruiser. и нет, ни хрена не круто. Мы, конечно, Battlecruiser в принципе завалить сможем, но настолько ли быстро, я в этом не очень уверен. Так, давайте вы вдвоем будете добывать отсюда. Мы продолжим. Так, мы продолжим добывать отсюда. Дополнительные CV-шки нам нужны, поэтому мы строим дополнительные бункеры. Почему бункеры? Непонятно, хотя это бараки. Ну окей. Будем считать, что я построил бункеры. Почему бы нет? Язык у меня заплетается, заговаривается, но это как всегда нормально. Как всегда весело. В принципе, нас здесь тронуть особо не должны. Морпехов у нас там, конечно, нету, но пока за свет работает, все хорошо. Пока за свет работает, все хорошо. Итак, нам нужны танки. Нам нужен маринад. Желательно и того, и другого, нам нужно в больших количествах. А пока что мы продолжаем подстраивать все и все. Нас довольно быстро клепаются в усовершенствовании на все. Сейчас нам нужна броня, скорее всего. Потому что со всем остальным у нас в принципе все в норме. А в третьих грейдах мы довольно неплохо справимся. Подстроим еще парочку ССВ-шек. Так. Хватает минералов. Ну, собственно, я как бы особо и не удивлен, друг мой. Отлично. Совершенство у нас там завершено. ССВ готов. Еще один из ССВ готов. Великолепно. Газ у нас, как я уже сказал, добывается просто в замечательном быстром количестве, качестве и так далее. Поэтому клепаем с вами танки и клепаем с вами маринады как только можем. Дальше уже выходим на противника и, собственно, откуда будет веселое наступление и все такое. А, так. Здесь тоже клепаем броню. После этого, в принципе, все будет хорошо. Так. Здесь у нас почти закончились минералы. Сейчас мы будем потихонечку перебрасывать отсюда ребята вот сюда. Здесь минералы в полном порядке. И нам нужно начать, я думаю, вот с верхней части, которую мы сейчас с вами просканируем. Что у них находится здесь? Здесь у них находится пару танков, пару стелс-машинок, пару бункеров и, собственно, завод. Инженерный цех. Хорошо. Хорошо. Что у нас находится чуть выше вот здесь? Пустота. Чуть выше вот здесь у них тоже находится... Все вижу. Ну, в принципе, в принципе, мы можем спокойно более или менее там пройти, сделать как-то все это дело. Так что сейчас все это будем разбирать. Ладно, продолжаем подстройку Марина, продолжаем подстройку танков и, естественно, продолжаем подстройку наших любимых и дорогих суплайк. Причем дорогих как в переносном, так и не в переносном смысле. Ладненько, я думаю, что можно, в принципе, выходить потихонечку сюда. Танчик у нас останется на месте. Я пошел. Командир, я раздаю. Раз. Так, я говорю. Парк, 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 служил. Так, выделяем еще группу, посылаем все в бой. Все, кто придет сверху, будут разбирать наши танки дополнительно. Главное, все это дело вовремя контролить и не давать, естественно, отнистажать научное судно, потому что без него оно будет намного сложнее. Раскладываем наши танки. все просто отличнейшим образом уничтожается через разложенные танчики. Просто замечательным, я бы даже сказал. Сколько он войск здесь протерял из-за того, что я тупо разложил все эти танки. Все танки у нас в осадном режиме. просто замечательно. Маринов мы, по сути, не тратим. Танки у нас, по сути, получают все свое, все, что заслужили. И мы идем дальше. Мы идем дальше. так, с режима осады нужно снять, я думаю. Передвинуть танщик чуть повыше. Ну и так, собственно, и сделать дальше. снимаем, передвигаем, ставим, снимаем, передвигаем, ставим, собственно. Вот так мы и заходим. Чуть-чуть передвинули, поставили, и все хорошо. Подвигаем чуть-чуть осадное судно, точнее, осадное судно, лол. что я несу? Ну, вы поняли. Чуть-чуть передвигаем судно вперед, и, пожалуйста, у нас есть возможность спокойно атаковать их заводы, и все остальное. Марины просто в прах разлетаются. Замечательно, вот примерно так все это и проходится. Так, сейчас мы как раз они уничтожили, я думаю, что вот эти два крайних танка мы переведем чуть-чуть повыше в режим осады, пока они под прикрытием маринов, под прикрытием других танков, можем их перевести и спокойно разложить чуть повыше. Такие вот дела, друзья мои, такие дела. Раскладываем, складываем, и вот так продвигаемся потихонечку. Пошел, 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 рух-н-ролл, командир, рух-н-ролл, как-то вот так вот. В принципе, благодаря чисто осадным танкам можно пройти все и вся, не парясь вообще. Но вот с крейсером у меня могут конечно сейчас возникнуть небольшие неприятности. Впрочем, у осадных танков у меня урон довольно большой. Поэтому я особо могу и не париться с на этот счет. Здесь довольно хорошо все добывается. Я думаю, что вас стоит послать на минералы, дорогие друзья, а тебя стоит послать построить мне завод. Где у нас завод? Завод у нас находится вот здесь, где научный центр. Нет, завод. Хорошо. и построить еще кучу больших танков, больших страшных танков. Где у нас находится Керриган? Керриган у нас вот тут. Все здесь просто офигенно прорывается. Так, что-то я там не то выделил. Ой, вот сейчас немножко зря я как бы выделил всех. Ну окей. Мы и всех в принципе можем так выделить и повеселиться. Так, высаживаем его сюда. Начинаем быстренько атаковать. Что у нас по танкам? По танкам у нас построен плюс один. В принципе в аду у нас довольно жарко. Берем чисто осада и выдвигаемся еще чуть-чуть подальше. Так, сложить. Передвинуться. Разложить. battlecruiser. Battle мать его, cruiser. Как нефиг нафиг уничтожает наши мега-танки. А мы уничтожаем как нефиг нафиг ихний battlecruiser. и так складываемся. Так, чуть-чуть убираем с экрана танки. Так, и мы раскладываемся обратно здесь. Переезжаем чуть-чуть повыше. И вновь раскладываем наши замечательные танки, продолжая путешествие нашими отрядами вверх. В принципе все здесь. Ничего особо больше нечего делать. Танки как только там будут появляться, они будут фактически сразу уничтожаться. Поэтому все замечательно. Ну а мы тем временем перемещаем вот эту точку. Кучу-кучу разных танков. И кучу-кучу страшного оружия. Так, ну в общем как-то так. Чем как-то так. Ну собственно и все вроде. Больше здесь ничего сделать нельзя. Это конец преди миссии. Ну а с вами был как всегда дезертир. Всем спасибо за внимание и пока-пока!